И у нас сегодня позитивные диалоги, но сегодня они у нас будут без кофе, потому что дело у нас серьезное, а в гостях у нас Роман Страхов. Двухкратный чемпион Европы по сборке кубика вслепую, шестикратный рекордсмен мира по сборке кубика 5 на 5 вслепую и победитель второго сезона телепроекта «Удивительные люди» на телеканале «Россия». Прошу любить и жаловать Роман Страхов. — Рома, можно так буду обращаться? Вот я сейчас была на твоем мастер-классе, который ты проводил для Центра развития логического мышления у Куб. — И вот первый вопрос у меня не будет связан с кубиком, потому что я у тебя отметила ораторские способности. — Да что? — Ты очень, да, ты хорошо держался на сцене, ты владел детской аудиторией. Замечательно. Скажи, пожалуйста, откуда у тебя эти способности? Как они у тебя появились? Откуда? — Ты первый человек, который говорит, что у меня хорошие ораторские способности. Но, видимо, когда ты подходишь к своему делу с энтузиазмом, с интересом, когда ты увлечен по-настоящему и тебе есть что рассказать, ты все об этом знаешь, то это само собой приходит. И когда ты знаешь, какие моменты именно в спидкубинге самые захватывающие, самые интересные, то ты можешь это донести точно так же, чтобы людей заинтересовать и чтобы удерживать аудиторию. — То есть это правда, что ты нигде не учился, потому что люди тратят время, деньги, чтобы развить у себя эту харизму, да, овладеть аудиторией. А ты сегодня это продемонстрировал на таком же уровне, как, собственно, ты быстро собирал кубики. — Ну, видимо, да. Ну, конечно, мастер-классы у меня требуют определенной подготовки, то есть нужно сделать так, чтобы это было равномерно и интерактив какой-то, и рассказывать интересные факты, то есть составить план определенный, а так все, импровизация. — Ну, ты молодец, правда. Я даже теперь не знаю, что у тебя лучше, выступать на аудиторию или… — Программировать лучше. — А, подожди. Следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, обладает такими титулами, да, тебя очень много показывали по телевизору. Вот скажи честно, ну, был ли у тебя какой-то такой, ну, хотя бы маленький момент звездной болезни? Если был, как ты с ней боролся? Или, может быть, ты, наоборот, сейчас находишься в стадии такой легенькой звездной болезни? — Ну, конечно, когда после победы в шоу начинают писать по 200 человек в социальных сетях, не знаю, в 5 минут, то это невозможно к этому относиться, как к обыденности, да, потому что никогда такого не было. Вот. — Я к этому, кстати говоря, был готов, потому что Владимир Акенчис, который тоже участвовал в удивительных людях, который мне скинул, что у него там заполнена личка, я написал бота, поскольку я программист, который обнаруживает поздравления и отвечает спасибо. Ну, то есть я это делал не для того, чтобы, там, отмахнуться как-то от людей, а просто себе облегчить, да, работать. Такие, может быть, деньги платят кому-то, чтобы они разгребали это. В общем, я сейчас тоже свой бэкграунд небольшой открываю, что я программист, на самом деле, это вещь, которая мне тоже очень интересна, потому что возможности, которые программирование открывает, когда ты можешь компьютер научить делать все, что угодно, они просто безграничны в поле фантазии. — Так-так, давай как звездную болезнь. То есть я услышала, что ты к ней чуть-чуть подготовился, так? — Так, не подготовился. — Молодец. Так, интересно. — Ну, заболеть, я не знаю, когда у человека спрашивают про какие-то его недостатки, объективно говорить сложно. Наверное, лучше спросить у моих друзей, но они все говорят, что такого не было, что я созвездился или что-то в этом роде. Вот я и сам как бы стараюсь отмечать для себя со стороны, есть какие-то изменения или нет. Вот, но я, на самом деле, к этому отношусь спокойно. — Интересно. — Славе, которая свалилась. Пытаюсь просто максимально адаптировать под свои, ну, в общем, какой-то из этого пользу выжить, общественную в том числе. Вот, то есть проведение мастер-классов сейчас… — А, то есть ты как раз звездную болезнь себя искореняешь тем, что ты как раз отдаешь, да, проводишь мастер-классы, делишься, проводишь мастер-классы. — Сейчас столько детей новых спид-кубингов, и сейчас просто бум происходит настоящий, потому что, ну, вы слышали на мастер-классе цифры по новым людям, которые приходят соревноваться официально. И я считаю, что у этого очень большой потенциал, и если всех заразить спид-кубингом, то есть, ну, по-настоящему таким позитивным хобби, увлечением, которое, я считаю, носит просто огромный потенциал. Ну, во-первых, там отличие от гаджетов, которых развивает моторику, умел бы развивать логическое мышление. — Я согласна с тобой, да. — То это будет только на пользу. — Вот ты уже, конечно, проговорился, что я услышала, что, так скажем, вторая твоя страсть, да, по жизни — это программирование. Это был как раз вот третий вопрос. Но скажи, пожалуйста, возможно, кроме спид-кубинга и программирования, может быть, у тебя есть ещё какая-то страсть, о которой мы не знаем ещё? — Да, возможно. Ну, на самом деле, у меня очень много увлечений. У меня одна из самых высоких ценностей в жизни — это что-то новое пробовать, новый опыт. Сейчас у меня основные, так скажем, занятия — это несколько. Во-первых, конечно, спид-кубинг. Во-вторых, программирование, в частности, спид-кубинг. То есть, как вы видели, там большая есть площадка для программистов, для работы программистов. То есть, там нужно и сайт делать, ассоциации, которые для соревнований проводят, и симуляторы, и тренажёры, то есть, которые отдельные аспекты какие-то кубинга тренируют, вот, и софт, то есть, статистику учитывают и всё остальное. Вот, я, то есть, для сообщества в том числе этим занимаюсь. — Так, а страсть, значит, теперь в чём? То есть… — Программирование — это второе. — Третье. Сейчас я занимаюсь батутами, прыжками на батутах. Я узнал в этом виде спорта, что такое существует вообще год назад. Вот, обычно люди, которые профессиональные, которые мастерами спорта становятся, которые там ездят на крупные соревнования, на Олимпиаду, они начинают в три года, там, в четыре. Есть редкие случаи, когда человек начал в пять лет и добился успеха, тем не менее. — Ну да. — Я начал в 23 года, вот, но я ходил, я тогда работал, ну, в общем, в компании, которая занималась навигацией для беспилотников. Я каждый день с работы по пути ходил в батутный центр, тренировался, максимум из себя выжимал. Вот сейчас я уже делаю с одного прыжка на батуте двойной сальт назад, вот, и в переходы… — Ты покажешь? — Я могу показать одно здесь. Вот, тоже готовлюсь, в общем, к… Ну, я не буду пока озвучивать свои планы, чтобы не сборить, но, в общем, к серьезным новым достижениям. Вот, что касается батутов, я рассказал спорт. Вообще, мне нравится экстремальный спорт. Я катался на BMX, и я… — Ну, у меня такие вот увлечения, типа паркур, BMX, экстремальные ролики. — Ну да, действительно, действительно экстремальные. — Вот, мне все это очень нравится, потому что это самый лучший способ отвлечься от, скажем так, занятий, которые требуют умственных, больших способностей, да, как отдохнуть. Лучше отдых — это физическая активность. — Ну, или переключиться. — Да. — Ну, что это вдруг? — То есть, ну, получается, идеальная, как бы, компоновка, да, что ты делаешь, что тебе страшно, в том числе, то есть, прыжки на батутах, да, там, большая высота, там, сальт. — Нужно крутить, то есть, эмоции. Вот. И, конечно, ну, второе — это когда ты делаешь, которому стандартинство, программирование, спидкубинг, сборка вслепой особенно, там нужно нереально. — Да, это просто, я даже про это и спрашиваю. — Когда ты чередуешь это? — Ой, зря, какой-то… Видимо, наш фонат прошел, что это было, кто это. — В общем, если к тому, что нужно искать баланс в жизни между всеми увлечениями, чтобы не… Ну, что же, вот такой роман страхов и вот такие позитивные диалоги. По-моему, было очень интересно, познавательно и гармонично. — Всем пока. — С самого главной гармонии. — Да, счастливо. — Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok